В Тверской городской думе состоялось первое в этом году заседание Совета Золотой книги. Собравшиеся рассмотрели поступившие обращения, предложенные кандидатуры, чтобы вписать их имена в фолиант. Об этом рассказывает наш корреспондент. Решение, чье имя будет занесено в Золотую книгу, принимают депутаты Тверской городской думы. Однако предварительно кандидатуры обсуждают на Совете Золотой книги, куда входят представители общественности. Сейчас формируется список кандидатур. В Золотую книгу вносятся имена самых достойных представителей, которые связаны с нашим городом. Имена которых может быть на слуху, а кто-то подзабыт. Мы должны у общественности спросить, кого же они считают важным внести в этом году. Члены Совета отмечают немаловажный факт. Необходима широкая общественная дискуссия. Жители города, общественные организации и объединения просят проявить активность. Они могут выдвинуть своих кандидатов для внесения в Золотую книгу. Мы их обсудим, посмотрим, насколько эти люди соответствуют тем критериям, которые предъявляются к именам, вносимым в Золотую книгу. И Совет примет решение на одном из своих заседаний. Первые предложения уже есть, однако Совет ждет дополнительных. Среди предложенных кандидатур есть много интересных. Я бы остановился на Владимира Александровича Ершовича, человека, который в общем культурную жизнь города в 90-х годах, ну, можно сказать, реанимировал и сделал ее достояние вообще такой общероссийской известности. Из кандидатуры, которая имеет отношение к исторической России, я бы, конечно, все-таки остановился на Иосифа Владимировича Гурко. Золотая книга Твери — это не только дань уважения именитым предкам, трудами которых строился областной центр, но и хранилище имен, на дела и поступки которых стоит равняться сегодня. Запись имен выдающихся земляков в Золотую книгу после окончательного решения приурочат ко Дню народного единства 4 ноября. Субтитры создавал DimaTorzok